В руках поисковиков даже простая надпись, нацарапанная на котелке, может раскрыть историю целой жизни и счастливого спасения. Специалисты перебрали массу документов, прежде чем нашли родственников Александра Кирпы, солдата, который в июле 42-го попал в самое пекло, на 35-ю батарею, раненым. И все же нашел в себе силы смастерить плод и выйти в море. Таких историй здесь много, но конец у них более трагичный. В новом экспозиционном зале портреты, документы и вещи тех, кто положил жизнь, отдав за будущее страны даже собственное имя. Каждая находка, которая позволяет вернуть без вести пропавшему солдату, безымянному солдату его имя, это, конечно, главная находка. Некоторые из этих портретов были у нас в других местах, но они были в составе экскурсионного рассказа, отодвинутые от поисковой работы, от своей судьбы, как они были найдены. Посовещались и решили, что у нас должен быть отдельный зал, в котором найдены защитники Севастополя при строительстве и создании мемориального комплекса, при расчистке мест, прилегающих территорий на последних рубежах. Они должны быть соединены в отдельный зал, и рассказ об их судьбе должен быть соединенным в этом зале. Лето 42-го стало одной из самых трагических страниц 2-й обороны Севастополя. Оставшиеся без провизии, вооружения и надежды красноармейцы сражались до последнего патрона. В ночь на 2-е июля командир батареи организовал подрыв фортификации, выпустив накануне последние 6 снарядов по наступающей пехоте врага. Память погибших почтили минутой молчания. Чем обернулась эта война для фашистов, показывает картина Юрия Волкова «Херсонеский тупик». Ее сегодня представили в конференц-зале 35-й батареи, написанная в 1951 году. Она хранилась в фондах Симферопольского художественного музея. Надо показать в живописи воспитанный нацизмом тип человека. Солдата, завоевателя, агрессора, бездумного автомата-исполнителя воли империализма середины 20-го века. Показать его в действии, опьяненного манией непобедимости и его психологии цивилизованного бессердечного варвара, для которого война с ее жестокостью и бесчеловечностью – лишь фон романтического путешествия к достигаемой цели своего благополучия. В кино эта тема встречается широкоформатно, как и в документальных, так и в художественных фильмах. В живописи почти не затронуто. Необходимо показать и финал. Это должна быть вторая картина, раскрывающая конечный результат этого явления, показывающий, что не всегда бывает так, как хотят завоеватели, что война – зачастую жест страдания и нечеловеческого бедствия и тем, кто ее начал. Художник-баталист в своих картинах изобличал суть нацизма. Отступающих вместе с телегой награбленного немцев уничтожает советский бомбардировщик. В непроглядном дыму среди взрывов на залитой солнцем земле ценности смотрятся неестественно. Они ничто по сравнению с человеческой жизнью. Увидеть картину крымского верещагина, как его прозвали искусствоведы, севастопольцы смогут до 28 октября. Александра Толкачева, Наталья Бабкевич. Программа «Наше время».